Что заставило вас порвать с человеком, на котором вы хотели жениться или выйти замуж? Перевезено с американского форума. Она изменяла мне много раз в своем путешествии по Европе, в котором она до сих пор. Я видел ее переписку в фейсбуке на компе, в котором была забита ее учетка. Затем она соврала, когда я наехал на нее. Это случилось около четырех часов назад. Я растерян. Я планировал нашу помолвку. Наверное, я рад, что это случилось сейчас. И все-таки это тяжело. Каждый раз, когда мы ссорились, она снимала помолвочное кольцо и выбрасывала его. Мне приходилось искать его, а потом умоляясь надеть его на палец снова. Даже при мелких размолвках и даже на людях. Это была последняя капля. Ужасное чувство, когда тебе постоянно приходится умолять кого-то быть с тобой. Из-за этого у меня развились огромные комплексы. Помимо прочего, она начала обзывать меня и бить. По какой-то причине это началось после того, как мы помолвились. Все было идеально, но как только у нее появилось это кольцо, все пошло наперекосяк. Непонятно с чего она стала называть меня лузером, куском говна и уродом. Нашла на полу его выписку по кредитной карте, как раз перед семейным праздником. Оказалось, у него был дох** огромный долг, о котором он мне никогда не рассказывал. Я полностью платила за аренду квартиры, работая на ненавистной работе. Я была слишком молода и наивна, 23 года, чтобы понять, насколько он лживый. Так это и случилось. Она была влюблена в моего лучшего друга, и они оба отрицали это. Через месяц после нашего расставания они помолвились. Она хотела поехать во Флориду, чтобы работать по студенческой программе в парке Дисней. Она ярая фанатка Диснея. Но она слишком боялась, что потеряет меня. Я убедил ее ехать, потому что если она не поедет, она будет сожалеть об этом всю жизнь. И что бы ни случилось, я всегда буду ее ждать. Спустя полгода я сделал ей предложение. Она сказала мне, что будучи во Флориде, она поняла, что не любит меня. Кольцо теперь лежит в коробочке в нижнем ящике моего комода. Ее худший страх сбылся, так же как и мой. Я была помолвлена с парнем, с которым мы встречались 3 года. Мы планировали выездную свадьбу. Однажды он изменил мне с нашей общей подругой. Его мама, с которой он жил, пока мы искали жилье, случайно застала их посреди всего действия, когда выпускала собак погулять. Он не знал, что его мама их видела, но она позвонила мне и обо всем рассказала. Когда я сказала ему, он начал все отрицать, что только усугубила ситуацию. Конечно, я отменила свадьбу. Мы расстались. Моя мама умирала. Это был мой последний день благодарения с ней. Ничего не обсудив со мной, он попросил свою маму купить ему билет на самолет, чтобы он провел день благодарения со своими родителями и спросил меня, хочу ли я поехать с ним. Нет, я не собираюсь пропускать последний день благодарения, который я могу провести со своей мамой. После этого у нас будет целая жизнь, чтобы проводить праздники с твоей семьей. Внезапно стало совершенно ясно, позже я была счастлива отменить планы на свадьбу, что он не хотел встречаться со мной, но и не стал бросать меня, потому что умирала моя мама. Он был слишком хорошим парнем, чтобы порвать с невестой, мама которой при смерти. Надо отдать ему должное, мы остались с близкими друзьями, и он был рядом, как мой лучший друг, оказывая мне эмоциональную поддержку после ее смерти и несколько месяцев позже. И хотя это было 8 лет назад, мы до сих пор болтаем, переписываемся несколько раз в год и узнаем, как дела у семей друг друга. Я узнала, что он больше не работает, когда пришла к нему на работу узнать, почему больше не приходят чеки на заработную плату. Я занималась нашим бюджетом, и он постоянно говорил, что его босс пришлет их. Оказалось, он бросил работу, и вместо того, чтобы честно сказать мне об этом, проводил последние несколько недель, притворяясь, что работает. Вместо этого он ходил по стрип-клубам на те немногие деньги, которые ему удалось скопить. Когда я захотела с ним расстаться, он проломил стену кулаком и слетел с катушек. Когда он, наконец, успокоился, он выглядел по-странному угрюмо. Он посмотрел на меня и спросил, можем ли мы заняться сексом в последний раз. Мой ответ – нет. После долгой паузы и поисков чего-то по карману, он вытащил доллары и сказал, «Я заплачу тебе за ночь со мной доллар. Это все, что у меня осталось. Стоит ли говорить, что я оставила его с долларом в кармане и без прощального секса?» Он совершенно не умел обращаться с деньгами. Тратил каждый заработанный доллар на видеоигры и травку. Постоянно откладывал оплату важных счетов. Если бы я осталась с ним, он бы довел нас до нищеты. Я переехала на другой конец света ради него. Он все говорил мне, однажды хочу сделать себе предложение. Или «Не могу дождаться, когда ты станешь моей женой». Предложения я так и не услышала. У меня появились проблемы с визой, и через несколько лет я сдалась и вернулась домой. Мы встречались больше двух лет, шесть месяцев из которых были помолвлены. Затем однажды ночью она укусила меня два раза. Когда я ударил ее, она вызвала копов. Мы были пьяны, конечно же, и начали спорить о какой-то глупости. Я хотел оставить все как есть до утра, чтобы мы могли поговорить на трезвую голову. Но она стала делать то, что она в последнее время всегда делала. Отказывалась уступать, пока не почувствует, что она выиграла спор. Я собирался ночевать у нее в ту ночь, но раз она не прекращала спорить, я решил встать и уйти. Когда я натягивал штаны, она схватилась за меня в порыве ярости. Потом она сильно укусила меня за руку, так сильно, что пошла кровь. У меня до сих пор шрам. Я согнулся, но она схватила меня за ноги и снова укусила, на этот раз за ягодицу. Этот шрам у меня тоже до сих пор, только он побольше. Кусая меня второй раз, она не спешила останавливаться. Она вцепилась мне в зад, как собака в резиновую игрушку. Поэтому я схватил ее за волосы, оттащил от себя и дал ей пощечину. Она была в шоке, что я смог ударить ее. В шоке! Она вызвала копов. Они приехали, увидели кровь и то, что я был единственный, у кого она шла. Затем они арестовали ее. Я был слегка удивлен этим, но это оказались разумные ребята. Не хотел предъявлять обвинения, с ней было покончено. И тогда не видел в этом необходимости. Оказалось, что в городе, в котором она жила, был закон о бытовом насилии, принуждающий обвинителя выдвинуть обвинение без необходимости предъявления обвинения с моей стороны. В итоге она пошла на сделку и в протоколе записали мелкое правонарушение. А было бы нападение. И дали год условно. Спустя шесть недель после случившегося я встретил женщину, которая стала моей женой. В этом ноябре будет наша 22-я годовщина свадьбы. И за все это время она ни разу не укусила меня. И я ни разу не ударил ее. Мы встречались три года. Постоянно говорили о свадьбе и какой будет наша жизнь. Он вернулся на военную службу и не захотел связывать себя отношениями на расстоянии со мной. Потому что его будет слишком отвлекать мысль обо мне, когда он будет на войне. И он не хочет быть в отношениях, будучи на службе. Поэтому мы расстались. Самое веселое, что спустя пару месяцев, когда он служил уже в другом штате, он начал встречаться с девушкой, которая, по всей видимости, живет в том же штате, что и я. Лол. Она была очень грубая и считала, что любой, кто говорит ей о неприемлемости такого поведения, пытается контролировать ее. Она все отрицала и просто не могла принять тот факт, что никому в целом не нравятся грубые и резкие люди вроде нее. Наши отношения изжили себя. У нас были очень разные понятия того, какой должна быть жизнь. Например, он сказал, что порвет со мной, если я не получу высшее образование. Еще он ставил мне ультиматумы. Дважды. О том, что я должна переехать с ним в маленький городишко. После второго ультиматума мое терпение лопнуло и мы разошлись. Я прощала его измины два года. И только когда я попала в больницу, я поняла, что он меня не любит. Когда я нуждалась в нем больше всего, он сказал. Извини, я не могу быть рядом с тобой. Это меня так расстраивает. Позвони мне, когда тебя выпишут. Когда это случилось, я сказала ему, что хочу остаться с ним просто друзьями. Буквально через день, как я позвонила ему и сказала это, он сделал официальный пост в фейсбуке о том, что встречается с другой девушкой. Сейчас я замужем и счастлива. Я была на волосок от огромнейшего провала всей жизни. Она уже была замужем. Мы были коллегами на работе, на которой нельзя носить кольца. Она скрывала свое замужество как нельзя лучше. Я был ее любовником. Когда я сделал ей предложение, она сказала, что уже замужем. ФБРовцы стучатся ко мне в дом и арестовывают его за педофилию и продажу детского порно. Это не шутка. Она покончила с собой в октябре прошлого года. Через шесть дней будет год, как она умерла. Это до сих пор разбивает мне сердце. Мы были уже помолвлены, но у нее были большие, очень большие проблемы с психикой. Честно говоря, я уверена, что он сошел с ума. Он постоянно обвинял меня в изменах, копался в моем телефоне и электронной почте. Накидывался на меня, когда я поздно приходила с работы. Он позвонил мне на работу, когда нашел что-то, как ему казалось, компрометирующее, чтобы обвинить меня и угрожал вышвырнуть из дома. Он нашел сообщения и письма от другого парня, с которыми я встречалась во время девятимесячного периода, когда мы с ним порвали. И назвал меня шлюхой, потому что, несмотря на то, что мы не встречались, мы до сих пор что-то значили друг для друга и что я не должна была так поступать. Он был очень жесток. Он опускал меня и заставлял плакать, а потом издевался надо мной из-за слез. В какой-то момент я стояла вся в слезах на коленях, умоляя его не бросать меня. Я любила этого человека, как последняя дура. Все разлетелось в пух и прах однажды, когда я пошла с подругой на пляж и он обвинил меня в том, что меня перетрахало все побережье. Это была, как говорится, последняя капля. Я больше не могла терпеть. Я достигла предела и не могла больше терпеть эмоциональное манипулирование и оскорбление с его стороны. Последовала большая ссора, мы расстались. Я вернулась домой и увидела, что он уже упаковал все мои вещи. Я ушла сразу же. Какое-то время мне не было даже где жить, но я вернула себе достоинство и самоуважение. Он потрясающий парень, но он хотел сделать меня другим человеком. Мы встретились в очень тяжелое для меня время и он думал, что если я перестану делать все те вещи, благодаря которым я так, то я и есть. Типа волонтерство, трудоголизм, о помощи моей семье, я стану идеальной. В конце концов черная полоса в моей жизни закончилась, благодаря волонтерству я нашла работу своей мечты. Проблемы в семье решились и все стало не таким безумным, как раньше. Теперь мы оба замужем, женаты на других людях. И благодаря соцсетям я могу видеть, что он сделал хороший выбор и он счастлив. Я счастлива там, где я есть. Я действительно благодарна тому, как все обернулось. С ним все в порядке и он заслуживает лучшего в жизни. Подписывайтесь на наш канал и делитесь этим видео, чтобы не пропустить новые интересные обсуждения, мемчики и прикольчики. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.